приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я хотел бы поделиться одним небольшим лайфхаком с теми мужчинами которые либо вот только развелись либо готовятся к разводу короче говоря вот вот уже свобода будет от счастливого госбрака что это за лайфхак он наверное будет актуален ну не для всех это будет актуально для мужчин во первых у которых есть наследство ну после них может остаться большое наследство и для мужчин которые болеют тяжело болеют очень часто кстати тяжелое заболевание госсупруга как раз и служит поводом для развода развода не только госсупруга разрыва отношений я даже интервью делал вот один камрад мне сейчас так на ум приходит который рассказывал что любовь морковь там люблю не могу обеспечивал был нужен вот получил травму получил инвалидность прошла любовь завяли помидоры пока пока сразу измена вот то есть зачастую да действительно человек получив тяжелое заболевание может получить еще в догонку и развод так вот смотрите в чем дело развод то он получить может но если он после него есть что наследовать то он может скажем так стать наследодателем как вы знаете любой ребенок рожденный в браке неважно от мужа не от супруга не от супруга и 300 дней после брака регистрируется на госсупруга 300 дней даже после развода то есть из этого понятно да но обычная беременность она там 9 месяцев длится если она немножечко даже меньше там преждевременной роды но не сильно может и меньше быть а 300 дней 10 соответственно месяцев записывается на бывшего госсупруга ребенок то есть после развода женщина в течение месяца полутора залетает все ребенок будет записан ну месяца точно будет записан на соответственно госсупруга так вот смотрите в чем дело что может получиться ну не дай бог человек заболел умирает с ним перед этим развелись дальше что дальше ребенок родился в течение 300 дней после развода все ребенок наследник первой очереди даже если отец как говорится не отец а каким образом оспаривать отцовство как делать днк экспертизу его похоронили уже женщина все записали ребенка кто будет оспаривать отцовство родственники знаете что это такой-то эксгумация это надо раскопать могилу это достать тело родственники которые только что похоронили там допустим близкого человека они будут через все через это проходить и тут могут быть два аспекта то есть для чего это может делаться во первых это оттяпать наследство то есть к примеру женщина ну как это как у классика какое низкое коварство полуживого ублажать короче говоря она видит что все от обеспечивался лежит болеет ему нужна помощь да пошел ты своей помощью разводится а он допустим в течение месяца представился к примеру или не обязательно представился это может совпасть то есть она грубо говоря может залететь в течение месяца если вот буквально человек представился то она идет просто и залетает и у нее наследник первой очереди если она понимает что новоприставленный был скажем так ну довольно таки богат она просто идет и делает наследника первой очереди все после развода но это не долго да это в течение там месяца полутора надо залететь сразу после развода другой вариант просто были какие-то дети там и в браке зачатану подложное отцовство понимаете человек который находился при смерти он мог уже не контролировать ситуацию он там не знаю не отслеживал может там в больнице больше лежал уже очевидно что физически ничего не мог она где-то залетела на стороне и так далее то есть вот такие ситуации возможны это первое то есть она может попытаться отпилить наследство второе она может попытаться нагадить вашим там родителям близким люди потеряли человека она скажет вот ребенок его и все эксгумация ну допустим эксгумацию сделали не не он не родственник не его ребенок ой ну закапаете обратно вот все она скажет что был контакт я уверена была я ничего за это не будет так вот какой лайфхак друзья если такое случилось если вы уже болеете если идет к разводу дело не обязательно болеете игру просто даже к разводу дело идет мы все смертно не обязательно болеть чтобы умереть сделайте днк экспертизу на родство с кем-нибудь из ваших родственников родителей брат сестра для чего для того чтобы можно было бы потом доказывать ваш это или не ваш ребенок по экспертизе не с вами потому если у вас уже похоронили то есть в чем суть если вы доказываете днк экспертизы что ваша там мать это ваша мать то соответственно она бабушка внука и днк это покажет родство если родства не будет с бабушкой значит и с вами родства нет но при условии что ваше родство подтверждено с ней потому что все остальное ваше бывшее может сказать что он мне знаете что рассказал он рассказывал что все в его семье в курсе были что он не родной ну вот и поэтому с бабушкой как бы делать глупо днк он отец ребенка но он не не сын матери ну вот и она вот сейчас не признается а он мне говорил что он не родной вот они все знают поэтому эксгумация поэтому только с ним можно так вот оставьте после себя данные днк экспертизы с кем-то из ваших родственников так труднее будет издеваться над вашими родственниками в практически невозможно будет эксгумацию сделать и не будет такого что родственники плюнут просто не желая прах тревожить и скажут подавись ну как отец так отец и потеряют имущество то есть в принципе вещь недорогая но если у вас имущество приличное в случае чего по наследству сделайте не поленитесь потому чтобы на ваших костях не зарабатывали ну вот я понимаю что далеко не все с этим столкнуться но тем не менее если вы понимаете что для вас это актуально не поленитесь чтобы не было как говорится праздника на ваших костях ну вот собственно такие соображения кому-то может быть это пригодится а к ч в а это м